Здравствуйте, это «Постскриптум», я Людмила Батюшкина. Сегодня у нас в гостях Зара Шалабаева, которую больше всего люди знают как руководителя общественного объединения «Клуб Добряков», а также депутат областного маслехата «Общественница». Зара Шалабаева, уроженка Карганды, окончила Каргандинский экономический университет Каспотребсоюза по специальности юрист. 12 лет работала в турецкой юридической компании. Руководитель волонтерского движения «Клуб Добряков» в Карганде. Депутат областного маслехата. Председатель ООО Адель де Калеме. Советник женского крыла партии Аманат. В 2016 году стала обладателем премии «Замандас» в номинации «Служение народу». Изучает турецкий язык. Зара Шалабаева замужем, воспитывает двоих детей, увлекается спортом. Автолюбитель. Здравствуйте, Зара. Сегодня мы поговорим как бы по следам Курултая. Смотрели, да, наверное, или хотя бы читали выступление президента. Скажите, есть впечатление, что очередное какое-то собрание или все-таки толковая организация? Что вы больше всего вынесли из вот этой речи? Ну, изначально мне очень понравилось то, что глава государства обратил внимание и сделал акцент на том, что Курултай – это не какое-то помпезное собрание. Это реально слет людей для осуществления определенных целей. Курултай – это не собрание, которое проводят раз в год, а это форум свободных мыслей, который работает именно на благо народа и страны нашей. Для себя, наверное, я выделила, так как я больше в социальной сфере, это социально значимые объекты, которые озвучил президент. Мне очень импонировало то, что он призвал сейчас ипотечные программы возобновить и сделал акцент именно на социально уязвимых слоях населения, которыми я непосредственно занимаюсь. Призывал, что ипотечные займы должны не превышать 7%. Про арендное жилье была затронута тема и по выкупу арендного жилья. Также это, конечно, про национальные, семейные ценности, то, что призвали праздновать наурыз в новом формате. Мы его отметили, он очень понравился. С 14 марта мы начали его отмечать, и это был день Курисык-На. Мы с коллегами все в этот день тоже встретились в областном маслехате, мы были в национальной одежде, сняли такой душесчипательный ролик. Нам прямо очень импонировало в этот раз празднование наурыза, потом 18 марта тоже он был превосложен днем национальной одежды. Нас пригласили как женщин, внесших вклад, определенный вклад в нашу область, продемонстрировать нашу национальную одежду. И мы с коллегами участвовали в показе МОД в кемещеках, в головных национальных уборах. И вот, конечно, это прям такое событие было, которое запомнилось. Примерив этот головной убор, себя чувствуешь иначе. И мне кажется, если бы многие женщины, как наш президент тоже сделал акцент на национальной одежде, что многие сейчас одеваются в черные одежды, покрытые полностью, что это не имеет никакого отношения к нашей национальной одежде. Ну, так, в мешоке белый. Да. И поэтому, мне кажется, если бы многие женщины где-то начали носить опять платье, какие-то элементы национальных, с национальными узорами, то и отношение мужчин бы к ним поменялось. Может, где-то даже сгладились бы семейно-бытовые конфликты. Потому что женщина себя уже чувствует по-другому. И к ней, соответственно, отношение другое. Вот, кстати, на Курлтай тоже президентом были затронуты моменты по семейно-бытовому насилию, по лудомании, буллингу, по наркотикам. Мне очень понравилось то, что он сказал, что надо ужесточить статьи и приравнять к тяжелым статьям людей, которые изготавливают наркотики. Согласна. Зара, вы упомянули, что занимаетесь социально уязвимыми слоями населения. То есть люди к вам идут уже, когда дошли до края. То есть когда совсем негде взять помощи. И вот ипотечные программы, это все равно подразумевает, что у людей должны быть деньги какие-то. Как по-вашему? Это спасет? Я понимаю, что для средних слоев населения, да, это выход. А вот для тем, кому совсем плохо? Ну, тем, кому совсем плохо, сейчас есть центры. Кризисные центры. Дом мамы. Некоторые мамы, ну, в основном, да. В основном наши семьи снимают квартиры, снимают домики. И в дальнейшем они также будут снимать. Главное, чтобы была стабильная работа. Стабильная работа, подработка. Ну, мы для того и существуем, чтобы помочь с трудоустройством. Сейчас вот именно наш клуб Добряков и еще организация вот вторая, которая я открыла, объединенная, общественное объединение Адель де Калема, мы тоже помогаем в трудоустройстве, дабы искоренить еждивенческий подход населения. Ну, это имеется в виду люди, которые все-таки могут работать. Это не считается, что полностью инвалидность, там, парализованность. Да, да, это, конечно, отдельная категория граждан. У нас тоже есть лица с инвалидностью, к ним у нас особый подход и помощь тоже им идет вдвойне. Вот у нас, например, недавно только обратилась за помощью соседка одной семьи. Они тоже у нас на балансе находятся, но сами они никогда к нам не обращаются за помощью. Там мама и дочь обе парализованы, обе инвалиды, вдвоем инвалиды, да, с инвалидностью лица. Вот мы им сейчас тоже оказываем помощь и памперсами, и продуктовую помощь, и лекарственную помощь. К ним у нас совсем иной подход. Ну, вот про еждивенчество – это тоже у нас такая больная тема в обществе, потому что во многих странах, причем не только в самых развитых, да, типа Японии, во многих странах, в принципе, не платят пособия по инвалидности, но создают условия, чтобы люди вот работали все равно. И с некоторыми я тоже разговаривала с людьми, вот девушка есть, например, да, занимается преображением, да, людей с инвалидностью, которая сама на костылях и сама на, то есть, инвалид, наверное, первой группы, и все равно работает. То есть она считает, что с любой группой, не только с третьей, а работать можно. Ну, и сейчас легче устроиться лицам с инвалидностью куда-либо, если раньше их вообще практически не брали. Сейчас я смотрю, что очень многие предприятия идут навстречу, берут лиц с инвалидностью. У нас тоже ведь льготы идут там за это. Да, конечно, идут льготы, но это все равно большая ответственность. И я благодарна за это малому-среднему бизнесу, за то, что они трудоустраивают таких лиц. У нас тоже в Тимиртау есть уникальная женщина. Она лицо с инвалидностью, у нее отсутствует нога, но она работает. Это не та, которая ремонтом занимается? Да, 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 занимается ремонтом. Еще она вяжет. И каждый раз, когда мы приезжаем в дом престарелых, она им вяжет огромное количество носочков и передает. Ну, то есть, в принципе, люди все равно находят выход. Люди, которые хотят работать, они работают. И они живут нормально. Потому что у меня в Директе, на странице клуба Добряков, огромное количество работы. Люди не могут найти сотрудников. Особенно в сфере общепита. Поэтому кто хочет работать, они работают. А вообще, какие вы видите изменения, вот даже вот в той сфере, в которой вы вращаетесь, да, вот вы видите кухню, там, с другой стороны, в отличие от того, как мы видим. Какие вы видите сейчас изменения в обществе, в людях, вот в позиции людей, в мыслях? Знаете, вот именно 22 марта, когда мы приехали в парк, поздравлять наше население, центральный парк, я увидела, что у людей очень позитивный настрой. Было огромное количество людей. Кстати, многие надели национальную одежду. Люди приходили с семьями. Вот чувствуется дух, когда человек расслаблен, с улыбками на лице. Я поняла, что мы движемся в правильном направлении. Есть улучшения, и они действительно налицо. И я сужу всегда по тому, как люди откликаются на призыв о помощи. Сейчас вот каждый пост в течение час-двух часов находит свой отклик. Это тоже говорит о многом. Потому что люди у нас добрые действительно. Да, люди у нас добрые. И именно Карганзинская область, она нас в лидирующих позициях, так как у нас клуб добряков находится в шести регионах, наш регион, он лидирует. Вот за все эти 10 лет мы находимся на первых позициях. Ну и людей, которые просят, стало тоже намного меньше, чем предыдущие, например, 3-4 года. То есть уже поэтому можно судить. Все-таки благосостояние немножко подрастает. Благосостояние подрастает, да. А теперь у вас новый вид деятельности, вы уже депутат. То есть теперь вы видите еще больше, чем раньше, я имею в виду охват. Так к вам люди приходят вообще с разными проблемами. Что сейчас самое больное? Самый больной вопрос? Ну так как я недавно стала возглавлять женское крыло при нашей партии Аманат, в основном приходят ко мне на прием женщины. Это многодетные мамы, это мамы, воспитывающие детей с инвалидностью. В основном, знаете, сейчас в последнее время обращаются не столько, сколько за материальная поддержка, а именно моральная помощь нужна, материальная поддержка. И вот основной акцент я сейчас делаю на матерей детей с инвалидностью, так как им нужна вот очень большая помощь, и психологическая, и моральная помощь. Вроде бы психологическую, открываются все новые службы, где психологи есть. Да, открываются. Вот у нас недавно центр Шанарак открылся, где и многодетные семьи могут туда обратиться, и мамы воспитывающих особенных деток. Да, но их количество деток с инвалидностью растет, с аутизмом количество деток растет. Поэтому эти службы необходимы. Я напоминаю, сегодня программа посвящена у нас как бы по следам Курултаев. В гостях у нас Зара Шалабаева, общественный деятель, председатель клуба Добряков и депутат областного маслехата. Зара, вы сама мама, правильно? Да. Тоже и жена. Как вы совмещаете вот такую активную, общественную работу и домашние какие-то дела, обязанности, воспитание, уход за детьми? В первую очередь благодарность отдельная супругу и маме. Супруга, маме моей, за то, что какую-то часть, определенную часть, которую я должна была делать, они взяли на себя. Днем дети в садике, старший сын в школе, на секциях. Поэтому они не чувствуют мое отсутствие. А вечером мы всегда вместе. В выходные, отпуск всей семьей. А для вас что важнее всего, вот именно в общении с детьми, с мужем? Вчера мы ходили с сестренкой в кинотеатр. И выйдя с кинотеатра, я увидела, как увидела, заходя в кинотеатр, не было этого мусора. А выйдя с кинотеатра, я увидела, что семечки, видимо, щелкали на сеансе, просмотре сеанса, их выбросили просто вот перед лестницей. И мне вспомнился один момент. Мы недавно с дочей, ей 6 лет, приехали в соляную пещеру после садика. Я очень торопилась, мы быстренько вышли. Она по дороге ела чупа-чупс, и у нее в ладошке остался фантик. И там стояла урна. Она побежала выбрасывать этот фантик. Я качала, София, давай быстрее. И она промахнулась и не попала. И я наблюдаю за ней, думаю, она поднимет его или убежит. И хотя он попал в грязь, она испачкала ручки, но она подняла и выбросила эту в урну. И я понимаю, что вот эти вот моменты, семейные ценности, культура, воспитание, они идут от нас, от взрослых. И если мы будем правильно воспитывать детей, в них вкладывать, не закрывать отсутствие своё какими-то материальными ценностями, а именно вкладывать, беседовать, показывать на собственном примере, то тогда, наверное, можно будет считать, что культура у нас есть. Ну, я бы даже, наверное, сказала больше. Мне кажется, с этого патриотизм начинается. С этого, да. С этого начинается патриотизм. С любви к животным, которые на улице, с чистоты. Да. Я тоже замечала, как-то видела, что студент, заходя, по-моему, в лингву, просто по пути подобрал бутылку, которая валяется, донес до усы. Я прям вот... Стало так приятно, что вот это молодые люди у нас, ну, молодцы. И сейчас в транспорте стали больше уступать. В пробках, например, ты стоишь, и впереди машина, и они могут открыть дверь и харкнуть на землю. У меня всегда это прям как ножом по сердцу. Ну да, и после этого говоришь, что это моя земля, это вот я здесь. Вот какие-то такие моменты, вроде они мелочи, да, но из этого и складывается же действительно патриотизм, любовь к родине. Хорошо. Что бы вы хотели пожелать людям сейчас, вот, которые на вас смотрят? Не те, которые приходят на приём, а вот те, которые никогда не обращаются никому за помощью, надеются только на себя. Я хотела бы пожелать им, наверное, простого счастья, женщинам простого женского счастья, мужчинам семейного счастья, чтобы их всегда ждали дома, чтобы они торопились домой, и у них был накрыт хороший, добротный дастархан, за которым присутствовала вся семья, родители, дети, чтобы было уважение друг к другу, именно вот, чтобы были оценены семейные ценности, семейные традиции. Насилие в семье, как вы думаете, откуда берётся, помимо того, что это воспитание, конечно? Скорее всего, ну, естественно, это от воспитания, от жестокости, может, где-то от недопонимания. Мне кажется, женщины перестали себя ценить, перестали понимать значимость, что они уже рождаются уникальными. Вообще быть женщиной, родиться женщиной – это счастье. И мне кажется, если бы каждая себя любила бы больше, ценила бы больше, вот я хотела бы, конечно, призвать отцов девочек, чтобы они баловали своих детей, девочек именно, чтобы они любили. Мне всегда многие родственники говорят, нельзя баловать так свою дочу, а я её хочу баловать, потому что меня баловали. И, соответственно, у меня к себе отношение такое, что я никогда не позволю мужчине обидеть себя. И мне кажется, если бы вот любовь девочки, любовь к себе именно ей прививали с самого рождения, то, наверное, у нас было бы намного меньше семейного бытового насилия. У нас, наверное, да, этого ещё мало. Но, с другой стороны, мужчины обижаются, что эта женщина обязана быть счастливой, больше никому ничем не обязана, а мужчина обязана. Но счастливая женщина обязательно сделает мужчину счастливым рядом с тобой. Поэтому вот мальчиков тоже надо прививать уважение к женщине. Ну, так они всегда смотрят, конечно, по отношению родителей друг к другу. Ну да, всё, что ты видишь в семье, потом применяешь и во взрослой жизни в своей уже семье. У меня, когда родственники спрашивают у детей, кого любит больше всего папа или мама, они всегда говорят, папа любит больше всего маму, мама любит папу, а потом уже они. Я считаю, что это правильно. Зара, спасибо вам огромное, что теперь у вас плотный такой график, но всё равно вы находите время. Спасибо вам за это, за то, что вы пришли к нам. Я напоминаю, в гостях у нас была депутат областного маслехата, общественный деятель, Зара Шалабаева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова